Не глядяши на достатково морозную ранец, все супрацовники Калинковицкого районного суда и достатково значная колька запрошенных гостей, включающую керамника облывы конками и старшиню Верховного суда, принимают уделыва в рачистом открытии. Врештек, эту подзею тут чекали. Эксплуатация старого будинка началась еще на начале 90-х. По словам старшинного суда Александра Барановского, он был побудован невельми якосно, тому лета сего стан оценивался как передоваренный. А про шатахо створенные неколи умовы для судей и наведывальников уже не отповядали навод минимальным потребованиям. На этот раз будовники спрацовали без завах, причем работы завершили на два месяца ранее термином. Так само суд оснастили сучасной виде- и аудиоаппаратурой. Основной вопрос – это наполнение. Не только передвинуть там где-то стены. У нас установлено очень современное оборудование. Все компрентизировано, у каждого компьютеры, системы сети, сервера. Установлена система аудио-видеопротоколирования судебных процессов, которые практически у нас одна только в области у нас ввели. То есть все процессы записываются, если же так проще говорить. Ну и современные системы связи, доступа ко всем информационным базам, которые есть, электронная система связи. Все это такими системами оснастят усе областные суды. На протягу пяти годов – районные. Это позволит контролировать работу судеб непосредственно с будинка Верховного суда, что повинно повысить якость их работы. А про то, в новом будинку створили безбарьерное осеродье. Для инвалидов-колясочников продуглежен особный лифт. Для людей с дренным зроком – специальное напольное покрытие и шрифт Брайлина в выходе во все кабинеты и залы. Что тычется площадь Калинковицкого районного суда, то и она повеличилась на 60%, что дозволило створить больше зручные умовы для судеб и наведывальников. Вот когда мы полностью перейдем на такую систему правосудия, фактически это и будет новый уровень правосудия. По качеству, по уважению, признательности людей к правосудию. Потому что такие здания, они как-то формируют уважение к праву, к закону, справедливости. Здесь не только для судеб, все будет очень удобно, комфортно, но главное для людей, которые будут сюда приходить. Потому что, как вы видели, все создано, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Это международные стандарты. И я думаю, что в таких залах будет не стыдно нашим гостям показать, в том числе и зарубежным экспертам и специалистам.